Хотелось бы сказать слово жалейщикам, которые пишут Жалеют меня, что я тут притесняемый, себя плохо чувствую Или как-то несправедливо обвиняемый Хотел сказать, что я сюда приехал по своей воле И здесь я нашел то, что искал, то, что я молил и Бога просил Здесь со мной занимаются регулярно Во всем, что касается жизни, и бытовой, и духовной, и самых мелочей касается Для меня это все очень полезно, но то, что я верю, что это от Бога В 26 лет я прожил 24 года безбожником И очень сильно запустил жизнь свою Но все-таки есть возможности верить, что Господь откроет у меня какие-то таланты Даст мне понять, в чем он мог быть полезен людям В Писании сказано, что мы должны быть как город на вершине горы Нужно таланты свои приумножать А для этого нужно, чтобы были учителя А в наше время учителей совсем не хватает И православной церкви я не нашел Людей, которые могли бы Ну, в полной мере даже достаточно меня чему-то научить полезному И то, что будет действенно в этой жизни У меня есть тут все, что нужно для жизни Я всем доволен У меня тепло одет У меня есть пища У меня, наверное, лучше я не питался за свою жизнь Магазин, тут у меня продукты с поля Молоко есть Все, овощи, фрукты Сами я посадил, сам я вырастил Ну, вместе с братьями, конечно Тоже научился этому делать Есть тепло Всем доволен, всем в достатке Могу даже в любой момент уехать Деньги у меня есть на дорогу Могу вернуться обратно В Украину в любой момент Купить билет тут недолго мне То есть, я не хочу этого делать Потому что здесь я нашел то, что искал И вот в ответ тем обвинителям Тем жалейщим, которые якобы меня жалеют На самом деле хотят сбить меня с пути Можно показать плоды дел Которые Господь через Игнатия Тихоновича Садил в этой жизни Тут очень много всего есть Меня учат всему, что надо Я элементарно не могу сделать Ну, какой-то грубо работы Такой мужской работой Совсем не умею заниматься Тут меня учат и копать Как положено Рыть, рубить, пилить И везде на каждом шагу У меня какие-то проколы Я благодарен Богу, что меня учат это делать Как должно Как профессионал должен работать Быстро Весело То есть и все Как для Господа Чтоб все было сделано Как для Господа Вот Есть материал, который Надо прочитать бы В ответ тем всем Кулителям Которые То, что они пишут Это все неправда В интернете Всякие каверзные слова Им Может для некоторых В самом деле Это покажется Что-то То, что они пишут На форуме Или на сайте Это правда Это все ложь Это все Даже не стоит особого внимания Вот Министерство образования и науки Российской Федерации Алтайский государственный технический университет Имени Ползунова 656-038 Россия Город Барнаул Проспект Ленина 46 Телефон 38-52 368-457 Железнодорожный районный суд Города Барнаула Суде Прилипченко Отзыв на общественную деятельность Лапкина Игнатия Тихоновича Игнатия Тихоновича Лапкина знаю с осени 1993 года Когда переехал жить в Барнаул И был принят на работу Проректором по учебной работе В АЛТЭК ГТУ Он обратился ко мне Чтобы продлить разрешение На проведение в одной из аудиторий Университета Еженедельных занятий по изучению Библии На условиях аренды В течение месяца я ознакомился Со всеми аспектами деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина Многочисленными отзывами о нем Практикой его общественной деятельности И дал согласие Затем периодически На протяжении 11 лет Осуществлял контроль За использованием аудитории По приглашению Игнатия Тихоновича Лапкина Участвовал в мероприятиях По презентации его книг В дискуссиях, в беседах Не являясь верующим Тем не менее Я проявлял интерес к Игнатию Тихоновичу Лапкину Как к личности К его обширному Печатному творчеству К многочисленным И порой противоречивым Выступлениям СМИ О нем И самое главное К его многогранной Практической деятельности Лапкин Человек огромный А в сфере религиозной догматики Энциклопедической эрудиции Позволяющий ему В течение многих лет Быть духовным наставником Для определенной группы православных А также активно выходить За ее пределы Распространяя свои убеждения Он активно сотрудничал С пенитенциарными учреждениями На Алтае Отправляя религиозные нужды Православных Находящихся в теремном заключении Преодолевая бесконечные Организационные И хозяйственные заботы На протяжении многих лет Обеспечивал функционирование Православной общины И летнего детского лагеря При ней Поселке Потеряевка Мамонтовского района Алтайского края В основе жизни общины Труд Разумный аскетизм С моралью и нравственностью Предписываемыми Священным писанием И не выходящими За рамки принятыми В нашем обществе Очень важно Что Игнатию Тихоновичу Не присущ Религиозный экстремизм Он достигает цели Исключительно убеждением Уважительным отношением К инакомыслящим И это при том Что он имеет Твердое убеждение Практически по всем Жизненно важным вопросам Человеческого бытия Для меня Как педагога Лакмусовой бумажки Добропорядочности человека Является его отношение К детям В своих произведениях И прежде всего В четырехтомнике Открытым оком Лапкин подробно Излагает вопросы Воспитания детей Простым и доходчивым Язуком проповедник Ненавязчиво Прививает детям Любовь к земле К живой природе Обосновывает Необходимость сбережения Сбережения на земле Самого ценного минерала Воды Предостерегает От пагубного воздействия На организм табака Спиртных напитков В своих исканиях Правды, справедливости И закона Игнатий Тихонович Лапкин Смело, решительно И упорно Противостоит Как отдельным личностям Так и властным структурам Именно эти качества Позволили ему В конечном счете Реализовать свои замыслы Хотя и в ограниченной Но вполне конкретной сфере Он восстановил Исчезнувшее село Потеряевку Добился своей реабилитации После несправедливого осуждения И даже частичной Компенсации ущерба Накопил, обработал И систематизировал В печатных трудах И в электронном виде Значительное количество Исторической информации Воспитал единомышленников И последователей Являясь представителем Зарубежной русской Православной церкви Он, как правило Не находил поддержки Со стороны иерархов Российских церковных структур Но жизнь показала Что и в этой сфере Ожидаются определенные Подвижки К объединению ветвей Единой русской Православной церкви В том числе Благодаря усилиям Президента Российской Федерации Резюмируя Изложенное Считаю Что Игнатий Тихонович Лапкин Своей общественной Деятельности Строго следует Законам Российской Федерации Он Его община Исповедует Официально Признанное Религиозное учение В своих практических Шагах Они достигают Определенных Позитивных результатов Проректор По учебной работе АЛТ-ГТУ Заслуженный Деятель науки Российской Федерации Профессор Б. Сёмкин Общественная организация Деревенская община Посёлок Потеряевка Зарегистрирована Управлением Юстиции Администрации Алтайского края Номер 622 1 декабря 1995 года 658 551 Алтайский край Мамонтовский район Посёлок Потеряевка Телефон 213 29 3 81 Отзыв о деятельности Лапкина Игнатия Тихоновича Мы Жители посёлка Потеряевка Знакомы с Игнатием Лапкиным Не понаслышке А по его делам Благодаря этому Человеку Многие из нас Обрели веру в Бога По инициативе Игнатия Тихоновича И его брата Отца Иакима Лапкина В 1991 году Было начато Восстановление Посёлка Потеряевка Это единственная деревня Которая возродилась Из 350 разрушенных В 70-е годы 20-го века Деревень в Алтайском крае Во времена Безумной политики Коммунистической партии На сегодняшний день В посёлке проживает 57 человек Есть неполная Средняя школа Фельдшерский пункт Храм Недалеко от посёлка Каждое лето Действует Православный детский Трудовой лагерь Стан Начальником И основателем которого Является Игнатий Тихонович Лапкин В лагере Дети учатся Любить Бога И Родину Любить труд Учатся помогать Ближним Уважать старших Родителей Учителей Игнатий Лапкин Проповедник Наставник Учитель Человек с большой буквы Он обладает Огромным знанием Библии Учением Святых Отцов Этот глубоко Верующий Духовно богатый Человек Имея неукротимую Энергию Огромную Работоспособность Отличную память Умение Интересно И доходчиво Донести до слушателей Слово Божие Привёл к вере Большое количество Людей В чём Конечно же И его большая заслуга Неукоснительно Требователем К себе И другим Невзирая На лица И чины Самый главный Принцип Его жизни Любить Бога И ближнего Учат Учат Строить Свою жизнь Не на Вымыслах Человеческих А на Исполнении Заповедей Божьих Самоотвержен Всегда готов Прийти на помощь Советам И делам Любому делу Отдаёт Всего себя Полностью Без остатка Не терпим Отзыв Отзыв Одобрен На собрании Деревенской Общины И принят Единогласно Протокол Номер 33 От 5.01.2005 Года Староста Общины Роспись Барабаш Игорь Русско-Православная Церковь Заагистрирована Управлением Юстиции Администрации Алтайского Края 11.08.1995 Года Номер 23 656 016 Город Барнаул Улица 2 Строительная 62 16 Крестово-Сдвиженская Община Престольный Праздник 14 Старого 27 Сентября Нового Стиля Характеристика Отзыв На деятельность Лапкина Игнатия Тихоновича Родился Многодетной Верующей Семьи 10 Детей С детства Был воспитан В послушании Родителей В страхе Божьем Лишь 22 Года У него Появилась В руках Библия Слово Божие И с тех Пор Вот уже 42 Года Он Проповедует О Господе Людям Своей Жизни Он показывает Нам пример Как нужно Жить Согласно Слову Божию Чтобы Наследовать Царствие Божие Он Постоянно Занимается Исследованием Слова Божия Читает Перечитывает Конспектирует И размышляет Над ним Человек С непростой Биографией Многоповедавший Прошедший Через Горнила Испытаний Жизни Психиатрия Тюремные Заключения Публичную Травля Через Средства Массовой Информации За свою Искреннюю Веру Бога И проповедь Его Слова Человек Весьма Одаренный И плодовитый В своих Талантах Чему Свидетельством Множество Людей Обращено Через Него К Богу Жизнь Которых Совершенно Изменилась От убийцы До Искреннего Христианина От Коммуниста До Священника И этих Примеров Сотни Для Обращения Человека К Богу Нужны Многие Таланты И они У него Есть Человек Среди Православных Верующих Которые Имеют Официальное Подтвержденное Документально Благословение Митрополита Виталия На деятельность Православного Проповедника Работая Сторожем Строителем Печняком Он В совершенстве Насколько Возможно Человеку Овладел Словом Божиим И не раз Повергал В изумление Профессоров И академиков Широтой Энциклопедических Знаний Вот Уже 13 лет Игнатий Тихонович Бесплатно Ведет Занятия В ГТУ По изучению Библии На основании Толкования Святых Отцов Православной Церкви Аудиторию Ему Представляет Сам ректор Университета Академик Евстигнеев С которым У Игнатия Тихоновича Давние Дружеские Взаимноуважительные Отношения Игнатий Тихонович Великолепный Проповедник Показал Отличные Ораторские Способности Обладает Энциклопедическими Познаниями Во многих Областях Его речь Отличается Глубиной Мысли Правдивостью Изобилует Хорошо И к месту Подобранными Метафорами Умело Использует Юмор А также Эпитеты И сравнения Притягательную Силу Его Красноречию Придают Библейские Выражения И цитаты Игнатий Тихонович Прекрасно Ориентируется И часто Цитирует Не только Местописание Но и Труды Учителей Церкви Наряду С этим Любит Приводить По памяти Стихи И отрывки Произведения Русских И зарубежных Классиков Что говорит О прекрасной Памяти Здравом уме Ясности Его мыслей О широком Кругозоре Его лекции Всегда Самобытны И эмоциональны Насыщены Яркими Примерами Из собственной Жизни Умеет Красочно Образно И доходчиво Для каждого Слушателя Объяснить Непонятные Места Священного Писания Его проповеди Исполнены Милосердием И всепрощением Любви И добра Они всегда Нацелены На совершение Личного Подвига Веры Каждого Слушателя Носит Призывный И Высокопатриотичный Характер И воплощает Абсолютную Истину Отвечает На множество Вопросов Не выбирая Их Не старается Угодить Ответом Кому Это не было Но всегда Говорит Правду В лицо Какой бы страшной Она ни была Через Его проповедь Многие сотни Уверовали В Бога Изменили Свою жизнь И находятся На верном пути Он Не превозносится Над нами Но желает Чтобы мы были Единодушны И тверды В вере В 70-е годы Он насчитывал И распространял Духовную литературу О намагнитофонных катушках Общей длительностью Звучания 2500 часов Библия полностью 12 томов Житей святых 12 томов Иоанна Златоуста Добротолюбия Архипелаг Гулаг Материалы О масонстве И многое другое За что Дважды арестовался Ну и в темнице Он проповедовал И не изменял Господу Для слова Божия Нет уз После падения СССР Полностью Реабилитирован И получил Компенсацию За конфискованные Материалы И книги По всей стране Секты пополняются За счет Православных А у него Наоборот Баптисты Менониты И другие Обращаются В православие Становятся Священниками Благочинными Где только Не проповедовал Игнатий Тихонович Вел цикл Передач по радио В прессе В воинских частях В тюрьме Более 10 лет В школах В больницах В школе милиции В летном училище Человек Целеустремленный Напористый Пробивной Умеет быстро Заводить знакомства Налаживать связи Великолепный психолог Проницателен В чем сказывается Большой опыт работы С людьми Игнатий Тихонович Обладает всеми Качествами лидера Самоотверженность Избранному делу Упорство Достижение целей Инициативность Коммуникабельность Находчивость И активность Хороший организатор Сумевший объединить Верующих людей В две общины В Барнауле И деревенскую В поселке Потеряевка Совместно Со своим братом Отцом Иакимом Возродили родную Деревню Потеряевку Практически на пустом месте Игнатий Тихонович Игнатий Тихонович Является старостой Высокой Игнатий Тихонович Является основателем Обслуживание И другим трудовым навыкам Все это характеризирует Игнатия Тихоновича Как человека глубоко верующего Грамотного Доброго наставника Педагога И воспитателя Хорошо знает детскую душу Имеет огромный опыт Работы с детьми Организовал детский лагерь Потому что убежден Что все доброе Необходимо закладывать Человек из детства Лагерь стоит ему Много усилий Так как помощников мало Их каждый год Нужно находить снова и снова Искать спонсоров Находить средства Для содержания детей Более половины которых Содержатся в лагере бесплатно Бескорыстен Ищет награды только от Бога Поэтому не жалеть Ни сил, ни времени Чтобы не только Обеспечивать лагерь Всем необходимым Но и защитить его От нападок От безбожников Всех мастей Вот району ИСС Получает не средства На содержание А инструкции И требования Огромная работоспособность То есть ни секунды Не быть без дела И с молитвой Господу Делают в его жизни Настоящие чудеса За последние 3,5 года Он написал 18 книг Духовного содержания 12 тысяч страниц Общий объем В которых изложил Свои мысли Многотрудные проповеднические Деятельности И это не просто Книги для полки Это книги Помогающие Обрести уверенность В жизни И главное Показывающие нам Спасителя Иисуса Христа И Его Слово Евангелие Как на единственный Источник жизни человека Книги выставлены В интернете Часть переведены На английский язык Человек Любящий свой народ Он ведет Евангельское Христианское Просвещение Российского народа А также людей Ближнего и дальнего Зарубежья Через интернет С 1990 года Проповедует В тюрьме Заключенном И охране Раздает Газеты Евангелие Тюремное начальство Искренне уважает Игнатия Тихоновича Поэтому двери Для него открыты Просто так туда не пустят Может строго обличить Некоторые обижаются Но говорит он Не от себя А по Библии И например Житей святых Святых мужей И самого Христа На фоне истинного Света нашего Господа Многие четко Понимают свои проступки Грехи И стремятся быть лучше Обличение Не все выносят И поэтому Случайные люди Обычно уходят из общины Из круга Его общения В быту неприхотлив Бывает неаккуратен Но любит Чтобы вещь Снала свое место В чем сказывается Постоянство Его натуры В еде И одежде скромен До невозможности Пунктуален В одно и то же время Встает Завтракает Обедает И ужинает Многие годы Как по расписанию Никогда не опаздывает Требователен к себе И к другим В результате чего Бывает трудно с ним Ужиться Но всегда справедлив Вспыльчив Но отходчив Характер мягкий Юморной Он не изобилует Богатством А живет скромно Имеет лишь пропитание И одежду Без роскоши И излишеств Добрый советник И деликатный сосед Педантичен Пунктуален В словах И делах Воздержан Во всем И даже скуп Доводил свой сон До двух с половиной часов Сутки Никогда не дает Послабение Свой плоти А пребывает В труде И в учении Ни злобив Ни обидчив Легко прощает Но перед напором Неприкрытой наглости Бывает беззащитен И раним Как ребенок Каждый свой шаг Каждое слово Сверяется Словом Божиим Игнатий Тихонович Надежный друг И товарищ Друзям не изменяет Хотя друзья Не раз превращались Во врагов Но он всех Их сердечно прощает Личных обид Не помнит Не мстит Он за истинную веру Бьется до конца И спуска Никому не дает Он также любит Животных У нее есть Три голубятни С прекрасными птицами Он сам за ними Ухаживает Держит их на радость И детей и взрослых Погрязших Суете жизни Любит природу И с удовольствием О ней рассказывает Прежде держал И дрессировал собак Его интересные Взгляды на жизнь Побудили режиссера Малашина Юэн Новосибирская студия Документальных фильмов Снять фильм О жизни людей Перестрочной России Где главным героем Избран Игнатий Тихонович Лапкин Жизнь подвижника Создает вокруг него И атмосферу неприятия Зависти и клеветы Ему часто приходится Оправдываться Вплоть до государственного суда Но не для утверждения Своих амбиций А ради истины Церкви И в ней находящихся Близких ему людей Обязательный Дело всегда доводит до конца Не терпит праздности Лени, легкомыслия, забывчивости Неравнодушен никому И ни к чему Через призму Евангелия Ему до всего Есть дело Человек Церковь Государства Его жизнь Это подвижничество Скромное и повседневное 26-го, 12-го, 4-го года На общем собрании Было объявлено Чтобы желающие Написали отзыв О деятельности Старосты общины Лапкина Игнатия Тихоновича Через неделю 15 человек Подавали свои отзывы Дмуха, Н.А. Которая и объединила их Исключая повторы В один отзыв Характеристику Которая и была Зачитана перед Общим собранием Написали Никитина, Е.Д. Дебунов, И.Г.В. Третьяков Оконечникова Оконечникова Приходько Дмуха Москова Михайлова Польгуева Чернявская Жолнирова Зубрийская Тарасова Силина Яковлев Отзыв одобрен На собрании Крестово-Зижинской Общины И принят Единогласно Протокол Н.32 От 7.01.2005 14.01.2005 Секретарь Общины Роспись Дебунова Мария Так Грамота От Меценаты Столетия Награждается Лапкин Игнатий Тихонович За трудовые Подвиги На благо Родины И служение Идеалам Добра И милосердия Президент Международного Благотворительного Фонда Меценаты Столетия Город Москва Олейник Вот такая Грамота Отпечается Сертификат Участнику Краевого Конкурса Социального Социальная Звезда В номинации Чистого Сердца Игнатию Тихоновичу Лапкину Быть милосердным Щедрым Быть Людская Память Вам Награда Душа Подарку Будет Рада Нельзя Не помогая Жить Начальник Главного Управления Алтайского Края По социальной Защите Населения И преодолению Последствий Ядерных Испытаний На Семипалатинском Полигоне Дикарев Роспись И председатель Правления Алтайской Краевой Общественной Организации Поддержка Общественных Инициатив 2006 Стихотворение Автором Который является Игнатий Тихонович Лапкин Примерь к себе Своим воображением Все то Что прочитал Или услышал Для снайпера Сегодня я мишенью Всем хищникам Меня Бог Сделал мышкой Ни час Ни сутки Но сплошная жизнь На выходе И в ходе За обедом Стреляет точно В лоб И давя только вниз Задача выжить И ни одной победы Хотя Как знать Когда я ускользну Стрельба И я От петля Не захватили Враг Не достал Истратил Всю казну Уверенность Пожег В истерике В бессилии Их совещание По тайным кабинетам Моим паролем Кличкой Псевдонимом Пропитаны Обклеены планшеты Так день и ночь А стрелы Мимо Мимо Их измотало В горных перевалах Там след Мои ступни Не раз Петлял По шахтам Гротам По логам Отвалам И следует Святых О ком я Начитал Мой бег Мои убежища С Давидом За мной Доек Бешеный Саул Они разведали Что ем я Мед Акриды А штаб Квартиры Избран Барнаул Я с Моисеем На своей вершине Последний раз Смотрю из-под руки Враги с собаками С биноклями В машине Мой след Вынюхивает У кустов реки Моя погоня Гнались до упаду Я отошел Не досягаем вам Прощай Земля Азарт Закон Ограда Мой труд Следы читайте По слогам Я успевал На каждом повороте Засеять поле Застолбить межу Со Златоустом Путь житейный Пройден С той стороны Земли На все гляжу 28-ое 5-ое 0-ое Игла Что мы еще видим Это Канал Который Является Игнатия Тихоновича Каналом Сети Библии На котором Сейчас Находится Около 3700 Видеороликов Там целые Фильмы Который Можно Приследить Всю его деятельность За последние годы С того момента Он был создан Это наша работа Жизнь Молитва Досух Беседы По скайпу Здесь также Видео По теряевке Есть Комментарии Видео Из лагеря Мой мир Вот страница Игнатия Тихоновича Лапкина Здесь у него Находится 5206 друзей Фото 11174 Еще пополнится После этого лета Видео 1184 Музыка Группы Вот друзья Здесь идет Активное Общение Игнатия Тихоновича Лапкина Православная Форма Игнатия Лапкина 1587 тем По самым Разным вопросам Вот Канал Во свете Библии Сокровие Через которое Я пришел сюда Можно сказать Приехал Нашел здесь Адрес Телефон Позвонил Здесь находится Конкретно Отдельно Ответы По темам Все разбито По порядку В алфавитном Бесы Библии Богослужения А также Тут есть Звук Видео Здесь Аудиофайлы Можно скачать Или прослушать Аудиобиблии Начитанной Игнатия Тихоновича Лапкина Архипелаг Гулаг Солженицына Начитанная Творение Златоуса 12 томов Жития Святых 12 книг Добротолюбие 5 книг Отец Григорий Девченко 4 книги Разные Духовные Материалы Святых Отцов Разные Духовные Материалы Могут быть И неправославные Но полезные Для православных Хотя и спорные Интервью С Лапкиным Интервью С Еленой Политыкиной Интервью С Гнати Тихчелапкиным Также Книги Все есть В этом сайте Русско-православная церковь Барнаул 2 строительная 62-16 Лапкин Тихонович Телефон 24-38-46 62-81-37 8-961-232-40-12 Настоящему достоверению Поотверждаем Что староста Крестовозвиженской Общины Города Барнаула Игнатий Лапкин Тихонович В сопровождении Учителя и чтеца Савченко Виктора Николаевича И шофера Кручина Николая Павловича Направляются В поездку В Германию Грецию В другие страны С целью Безвозмездной Передачи В дар в храмы И библиотеки Православной Литературы Автором И издателем Который является Лапкин Игнатий Тихонович Машина Государственный Номер ТС-783 ТР 22 Русская ГАЗ-27057 Грузовой Фургон С цельнометаллическим Кузовом 7 мест Двигатель Номер 421-600 Кузов 27500 С-04 Белый Мощный Двигатель 106 Объем 2830 Ксм Масса 3,5 тонны Бензин Просим не препятствовать В осуществлении Ими Такого благого дела И при возможности Оказать им Посильное Содействие Да воздат вам Господь За вашу милость Настоятель общины Протерей Иаким Лапкин 28-04-13 год Печати И тут по-английски И тут по-английски Европы Англии Скандинавии Балтики И республик Бывше Советского Союза И России У них Находятся Книги Напечатанные Игнатием Тихоновичем Лапкиным Автором Представителем Так Вот по-русски Настоящим удостоверением Подтверждаем Что староста Крестово-Зижинской Общины Города Барнула Лапкин Игнатий Тихонович В сопровождении Учителя И чтеца Саченко Виктора Николаевича И шоферы Кручина Николая Павловича Направляются В поездку В Грузию Азербайджан Армении И в другие страны С целью Безвозмездной Передачи В дар В храмы И в библиотеки Православной литературы Автором и издателем Который является Лапкин Игнатий Тихонович Поездка намечена На июнь-август В Грузии Мы оставляем Пять комплектов По 38 книг В каждом В храм Архангела Михаила Протеерию Отцу Науму Борщукову В Тбилиси Улица Ингур Девская 3 Библиотеку Грузинской Патриархии Грузинскую Национальную библиотеку Библиотеки Города Кутаиси И Батуми Передвижение Осуществляется Транспортным средством ГАЗ-27057 Грузовой фургон С металлическим кузовом Цвет белый Государственный номер 783 Зарегистрирован В Российской Федерации Просит не препятствовать В осуществлении Имени такого благого дела И при возможности Оказать им Посильнейшее содействие Да воздат вам Господь За вашу милость